Небольшой тренажер может поместиться в обычный пакет или сумку. Он переносной и довольно прост в конструкции. Жесткая рамка с фиксаторами, один из которых подвижный. Между ними кусочки кожзаменителя, которые имитируют апоневроз. На них уже проделаны дырки для хирургической иглы, чтобы студенты представляли примерное расстояние между швами. Тензометр регулирует натяжение краев имитированной раны. Это простой тренажер для хирургов придумали в Рязанском государственном медицинском университете. Было желание создать устройство, создать тренажер, который позволит отработать навык ушивания раны в условиях, приближенном к реальным. То есть, условно, те функции, которые имеются у данного тренажера, они как раз позволяют выполнить все манипуляции с определенными трудностями. Александр Инютин – один из изобретателей. Он рассказал, что большая проблема возникает с послеоперационными грыжами. Нередки случаи, когда пациентов приходится оперировать повторно. Этот факт и мотивировал его к разработке нового направления работы на кафедре профилактики послеоперационных грыж. Они разработали и запатентовали несколько новых техник и тренажеров, к которым относится и этот. И уже успешно обучают при помощи него студентов. Мы провели обучение и ординаторов, и студентов, и в том числе проводилось обучение врачей как раз-таки новым способом ушивания, о которых еще никто не знает. Безусловно, да, он активно используется в нашей практике, в обучении. Сейчас на тренажере занимаются как студенты, так и ординаторы. А съемные планки приближают условия к реальным. С установленными сложнее добраться до раны. И если в самом начале работы что-то может не получиться, то набравшись опыта, в реальной ситуации сложностей таких не возникнет. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания, город.